Он не шизофреник, он решает важные деловые вопросы. И что? Её тоже можно понять. Его можно понять. Произошёл слюнообмен. Всегда меня поддерживают. Ядрён батон! Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс. И сегодня мы продолжаем смотреть сериал «Я заставлю тебя полюбить». Ну а если вы не видели предыдущих выпусков рубрики «Глазами зрителя», то обязательно переходите по ссылке в описании под этим видео. А также вот здесь сверху будет подсказочка с ссылкой на плейлист. Переходите, смотрите и обсуждайте вместе с нами. И ещё перед началом этого ролика я предлагаю вам подписаться на мой канал и тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Какой долгий день рождения, брата. Ты, кстати, очень понравилась моей маме. Ещё бы она не понравилась, ведь Корнелия идеальна. Идеальна. И ты, Джонни, идеален. Я не перестаю удивляться тому, насколько они идеальны. Правда? А то я так переживала. Не стоит, поверь. Эй, ребят. Не стоит. Тебя уже заочно взяли в рай. Не волнуйся. Всё окей. А ну что, вы тут не скучаете? Да нет. Всё круто. Да, Кассандра. Вечеринка полный улят. Спасибо. Ещё бы она сказала, что вечеринка полный отстой. Ну, господи. Все поняли, вы рады всему этому миру. Это здорово, на самом деле. Я завидую таким людям, которые готовы радоваться всему в этом мире. Рады, что вам нравится. А где, кстати, Джилл и Эдди? Эдди? Да, они с Джилл тоже здесь. С Джилл? Это кто? Это моя родная сестра. А почему ты так удивленно спрашиваешь? Просто мой двоюродный, да, ведь Эдди двоюродный брат, ну, полный козёл, мудак. Ведёт себя очень странно по отношению ко всем людям, к девушкам особенно. Поэтому я удивилась, что он вообще может находиться рядом хоть с кем-нибудь больше одной минуты. Вот поэтому, да. Эдди мой кузен. Воу. А, ну, кузен... А кузен это не двоюродный? Неважно. Серьёзно, что ли? Ну да, поэтому я сейчас в небольшом шоке. Поэтому мы как бы друг друга уравновешиваем, и две противоположности. Я идеально, а Эдди, ну, как бы, сами понимаете, ну, такое себе. Да ладно тебе. Ну, подумаешь, замутил твой братец, а ты не знала, и такое бывает. Замутил? Ну, раньше он мне докладывал обо всех своих мутках. У нас в семье так принято. Раньше он и со мной мутил. Ну, да ладно, это уже другой сериал. С кем это? Ну, с моей сестрой, Джилл. Он встречается с твоей сестрой? Слушай, извини, конечно, но ты так спрашиваешь, что... Как будто бы Эдди, на самом деле, раньше был по мальчикам, а не по девочкам. Почему ты так удивлённо об этом спрашиваешь? Мы чего-то не знаем об Эдди, ну-ка. Не, не по себе уже становится. А, да не, не, это я так, не обращайте внимания. Да, да не, не, он скоро разобьёт ей сердце, и возможно, твоя сестра покончит жизнь самоубийством, но, ха, не обращайте на меня внимания, не, я не говорила этого. Просто я удивлена немного. Солнышко, всё хорошо? Да, да, я рада, что мой кузен наконец-то смог найти свою любовь. Ну, что ж, раз уж мы всё выяснили... Тогда пойдёмте найдём наших голубков, чтобы оторваться всем вместе, а то куда ж мы без них. Ой, Эдди так оторвётся, он же великий танцор. И снова мы продолжаем копаться в шизофренических заболеваниях Эдди. Ну и чего ты ждёшь? Уходи. Ну, излечения, скорее всего, он ждёт. Подходить к ней нет смысла. Вот тебе обязательно нужно было сейчас открывать свой рот. Блин, чувак, ну это заболевание, оно тебя не спрашивает, когда ему лучше открывать рот. Просто нужно вовремя принимать лекарства, и тогда твоя шизофрения не откроет рот, тогда, когда тебе этого не нужно. И вообще, кому нужно, чтобы шизофрения открывала рот? А какая вообще разница? Нас всё равно никто не может слышать, ведь это всё происходит лишь у тебя в голове. Ну, разговаривать-то он, наверное, вслух, и со стороны странновато, что чувак сам с собой разговаривает. Хотя он может сказать, что у него там этот наушник от телефона в другом ухе. Он не шизофреник, он решает важные деловые вопросы. Как иронично, но можешь проваливать. Я сам решу, что мне делать. Слушай, прекращай, она тебе не нужна, и ты сам это знаешь. Тебе нужен только я, а ты нужен мне. Ну, ну да, в каком-то смысле, иди по мальчикам тогда, да. Чего? Мне сейчас не послышалось, и ты правда сказал, что я нужен тебе? Ооо, шизофрения очень нужен, Эдди, божечки! Шип-шип шизофрению и Эдди. Да, ты сам-то хоть веришь в то, что говоришь? Тебе напомнить о том моменте, когда ты впервые появился в моей жизни? Была такая же дикая вечерина. В тот день мне бросила девушка, которую я любил. Я правда любил ее. Той самой искренней, детской, чистой любовью. Я хочу сегодня порвать с ним. Ты уверена? Та девушка-то оказалась стервой, судя по всему. Ведь на него сейчас столько всего навалилось. Год назад погиб его отец. Ой, типути, какой маленький Эдди. Вы посмотрите на эту челочку, божечки. Сейчас же они с матерью еще и дом решились. И ты по факту единственная, что у него осталось. И что? Ну, я подумала, что для полного счастья ему не хватает, чтобы я его кинула. Посмотрим, что с ним будет дальше, а? Мне плевать. Его жизнь пошла ко дну, и нам явно с ним больше не по пути. Я не хочу ввязываться в это болото вместе с ней. Ну, в целом, ее позиция тоже ясна, ее понять. В принципе, можно. Конечно, она не очень хорошо поступает. Не по-человечески, скажем так. Но, по сути, ведь никто не обязан возиться с твоими проблемами. Жесток. Он ведь любит тебя. Но я не люблю его, поэтому хочу скинуть себе этот груз. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. А раз твоя подруга такая самоотверженная и так переживает за Эдди, может быть, она будет на подхвате следующей. Эта бросила, а вторая сразу же на ее место встала. Вот раз она такая вся переживающая, ну... Конечно же, это надо делать прямо на вечеринке, когда народ веселится, чему-то там радуется. Возможно, это даже день рождения Эдди. Надо делать это прямо тут. Добивать человека вот прилюдно при всех. Да. Еще прямо на ушко. Я бросаю тебя. Ты бомж теперь. Мне такой не нужен. Пригласила меня тогда на танец. На последний наш с ней танец. И сказала то, что разрушила меня полностью. Там диджей ЭКГ снимают, судя по всему. О, какая песенка хорошая. Хоть и кавер, но замечательная. Сегодня прекрасный вечер. Не так ли? Не так ли? Я бросаю тебя. Он чудесен. А ты еще чудесней. А еще чудесней я буду, когда брошу тебя. Слушай, я хочу сказать тебе кое-что важное. И хочу, чтобы ты меня понял и правильно это принял. О, вау. Ты еще не начала говорить, а мне уже не по себе. Что-то случилось? Да, я бросаю тебя. В том, что нам нужно расстаться. Что? Это шутка такая? Эдди, я больше не люблю тебя, поэтому не хочу мучить ни себя, ни тебя. Скажи, что ты сейчас шутишь. Пожалуйста. Прости. Музыка меня сегодня вот пока что прям радует. Хорошие песенки. Она бросила меня. Она просто ушла и оставила меня одного. Зная, как мне было тяжело тогда. Но она не обязана была с тобой возиться, по сути. Ведь, ну, они не муж и жена, да? Ну, вы ничем не связаны таким прям там. Кроме, наверное, половых органов. Ну да ладно, об этом мы не будем, да? Поэтому она не обязана была с тобой возиться. И ее тоже можно понять. И его можно понять. Я думала в тот момент только о себе. А на меня ей было плевать. Люди по своей сущности эгоистичные существа. Здесь тоже ничего не поделаешь. И после этого я подумал и решил. А зачем это все? Какой? А зачем это все? Пусть у меня теперь будет моя шиза. Я буду не один. Все. Любимый мой, иди ко мне в объятия. Давай. Ну, в общем, парень любит вообще гулять по крышам. Он же с давних пор. Ну, низковато. Надо было выше идти. Здесь просто, ну, есть вероятность, что ты все-таки инвалидом просто останешься, а не умрешь. Ну, давай же. Чего ты ждешь? Внезапно, чувак, ты откуда вообще взялся? Как так произошло, что за секундочку человек сошел с ума? Что? А ты еще кто такой? По-моему, очевидно. Я? Это ты. И я не понимаю. Твоя душа очернилась и опустошилась окончательно. Ты не видишь больше смысла своего нахождения в этом мире. И я прав. Конечно, прав. И Эдди. И я полностью тебя поддерживаю. Сделай это. И поверь. После совершенного вся эта... Бой. Она исчезнет. Исчезнет вместе с тобой. Ты станешь свободен. Все-таки это демон, который работает на ад. Он хочет подтолкнуть его к смерти. Забрать его душу. Все дела. Если вот так рассуждать. Но то, что он говорит сейчас, типа, ты мне нужен, ну, уже не совсем. По-демонически непонятно, на кого работает эта его шиза. Если это заболевание, то ему не на руку, чтобы Эдди умирал. Ему просто на руку, чтобы он всякую дичь творил. И вот эта его вторая темная сторона была жива. Если это демон, работающий на ад, тогда ему на руку, чтобы Эдди умер. Этот демон забрал его душу. Чего он хочет-то в итоге? Они же чувствуют. И уже ничего не будет иметь значения и смысл. Ну, давай же. Облегчи свои страдания. А, так он спрыгнул все-таки. Ну, я же говорю, там низковато было. Он выжил. Выжил? Я говорила, чувак, выше надо было залезать. Ну, алло. Трудом, но выжил. Только вот... Как после этого ты смеешь мне говорить, что я нужен тебе? Тогда теперь понятно, почему он себя ведет немного как шабанутый в некоторых моментах. Ну, он реально головой ударился. Сильно. Ты подтолкнул меня тогда на суицид. Вместо того, чтобы остановить. Ну, так он же не хороший человек. У него глаза не белые, у него черные глаза. Тебя никто не подталкивал, Эдди. Ты сам. Чего? Чувак, твое заболевание говорит тебе о том и пытается доказать то, что ты болен сейчас. А ты не веришь. Ты реально думаешь, что она против тебя, твой брат-близнец, и он реальный? Эдди, я, это ты. И если кто и подтолкнул тебя тогда на суицид, то это ты сам. Ты ведь пришел тогда на крышу по своей воле. Еще до моего появления. Понимаешь? Это нормально, что я хочу, чтобы сейчас эти мальчишки обнялись? Что главные-то ребята вечера не танцуют? Какие-то левые чуваки вон весь танцпол уже истоптали, а эти все стоят и стоят, разговаривают и разговаривают. Давайте веселиться, ребят! Вы нашли их? Нет. А вы? Нет. Странно. А звоните им, кто-нибудь пробовал? Жил выключен телефон. А Эдди не берет трубку. Ну, они же не могли просто взять и молча уйти. Вполне могли. Они что, обязаны вас предупреждать? Но даже если они решили уйти, смысл не брать трубку или отключать телефон? Ну, может быть, ребята там заняты своими какими-то делами. Ну, ребят, ну, алло. Джонни, давай спустимся с тобой на улицу. Вдруг они там? А мы проверим тогда нижний этаж. О, Джонни, ты счастливо пошел. Как думаешь, с ними все хорошо? Не переживай. А если Эдди с Джилл, тогда с ней точно ничего не случится? Ну, кроме разбитого сердца и попытки суицида, с ними вообще ничего не случится, да. Хорошо. Я верю тебе. Слушай, я хотел поговорить с тобой насчет того, что случилось на лавочке. Произошел слюнообмен. Все, ребят, пользуйтесь. Я вам все раскрыла. Как только все разрешится, мы обязательно поговорим. Хорошо? Конечно. Там у Джилл уже потеря жидкости произошла. Она со слезами, у нее вообще все вышло. У нее обезвоживание. Она столько времени уже сидит там и рыдает, что ей пора чего-нибудь попить. Принеси лучше воды, потому что девка скоро сознание потеряет. Помню, как мне было больно на тех танцах. Мне сделали тогда больно. Отдавили все ноги. Ужасно. Никто не умел танцевать на тех танцах. Сейчас я так же сделаю больно Джилл. Поэтому я обязан подойти к ней. Даже если я совсем этого не хочу. Опять-таки, по сути, никто никому ничего не обязан. Ну, просто с человеческой точки зрения, да, наверное, стоит подойти. Но не начинать ее утешать и говорить, что ты ее любишь, если на самом деле это не так. Как я и говорила в конце прошлого реакта, сейчас самое время сказать, что нам нужно расстаться. Она как бы уже плачет. И от того, что ты скажешь, ну да, ей станет больнее. Ну, плакать же она не перестанет. Вот она в этот момент сейчас как раз все выплачет. И может быть, ей станет легче. Потому что если утешать и говорить то, что на самом деле не так, будет потом только хуже. Прости меня, я знаю, что тебя обидело то, как... Дуся, ты тоже согласна, да, со мной? Всегда меня поддерживает. Я грубо отказал в танцах, но поверь, я не хотел. Танцы это больная тема для меня. Я не люблю их с тех самых пор, как меня бросила девушка во время медляка. Именно, да, вот медляки-то он и не любит. Надо было на более активные танцы приглашать. Там, самба, румба, ча-ча-ча, и тогда все нормально. Второе я любил. Вот. Ты мог мне просто сразу об этом сказать? Я знаю, но я не люблю. Не любишь говорить о себе. Я помню. Прости. Ты правда я так сильно любил? Да. Любил. Сильно. Так, а откуда у тебя этот шрам? Он же сказал, что не любит говорить о себе. Он только что и так тебе раскрыл довольно больную для него тему. Вот привязалась-то откуда шрам, откуда? Я сделал кое-что ужасное и... Можешь не продолжать. Это у него шрам после того, как он упал с крыши, судя по всему. Ну, удивительно, что у него только один шрам остался на лице после такого. Я тебя понимаю и вижу, как тебе тяжело об этом говорить. Если не хочешь говорить ничего, как будешь готов, расскажешь. Она понимает меня. У меня тоже остался шрам. Серьезно? Где? Здесь. На ключице. Я всегда его стараюсь закрыть волосами. Любишь, замазываю тоналкой. Поэтому я не увидел его в нашу ночь с тобой. Да, он был прикрыт волосами. Ничего себе! А он волосы вообще не трогал в ночь. Вот прям идеально приклеены были волосы где-то тут. Знаешь, а ведь мой парень погиб. Что? Она сейчас серьезно. Мне очень жаль. Давно. Скоро 4 месяца будет. Вообще недавно, а ты уже мутки мутишь с другим? Так не сильно тебя тронула вся эта ситуация тогда. Мне кажется, после такого люди года через два в себя приходят. Это в лучшем случае. Минимум, ну, через год. Через полгода. Но 4 месяца, и ты уже какое-то время мутишь с Эдди? То есть, там вообще месяца два, наверное, после этого прошло. Девочка, у меня к тебе вопросы. Ты вообще любил этого парня-то, нет? 4 месяца? Прошло всего лишь 4 месяца с гибели ее любви. И тут появляюсь я. И она уже тебе отдается и клянется в любви. Ну, не слишком верная девушка. Дона, который поспорил на нее. Тот, кого она смогла полюбить. Полюбить вновь после страшной потери. Спустя 4 месяца! Я думала, года 4 хотя бы прошло. Нет, 4 месяца. Можно было бы с тем же успехом и 4 недели сказать. Я себя сейчас просто ненавижу. Ничего себе. Мне так уж и давно. Да. Это вообще как будто вчера. Уж и давно. Я очень виновата перед ним. Я так горю себя за ту ночь, когда он погиб. Жаль только вот, что я не могу уже попросить у него прощения за это. Видимо, тогда и вправду случилось что-то ужасное. Возможно, она его убила. Эдди, беги! Как же ей больно. Я вижу ее боль и очень понимаю ее. Не думал, что мы с ней можем быть так похожи. И как после такого мне с ней расстаться? Спокойно. То, что вас объединяет боль, не значит, что она объединит вас и по жизни. Эдди. Да? Ответь мне только честно. Обещаешь? Обещаю. Ты ведь не любишь меня, верно? Угу. Говори как есть! Не надо врать! Говори. Эдди, ты обещал ответить правду. Если ты... Ну, молчание знак согласия, как бы. Молчишь, значит, ты хочешь солгать? Я... Етить-колотить, вот вы где. Етить-колотить! Ядрен батон! Ёшкин-матрёшкин! Ёлочки зелёные! Пушки-колотушки! Продолжайте список в комментариях. Наконец-то мы вас нашли. Чувак, ты какого чёрта трубку не берёшь? У меня телефон на беззвучке. А с твоим телефоном что, мадам? А я его дома, кажется, оставила. Серьёзно? Ну ты и балда. Так, ладно, давайте уже просто пойдём и все вместе повеселимся. Как же ребятам не терпится повеселиться? Ну, вообще, да, они весь вечер тупо стояли. Другие ребята, вон, танцуют там. Но это не повод отвлекать влюблённых. Для них же в их глазах они влюблённые от беседы. Может, они там важные планы на жизнь обсуждали. Уже планировали третьего ребёнка, а вы их отвлекаете. Именно. У меня, между прочим, сегодня день рождения. Так что вперёд, Джилл, пошли. Погнали, друг. Давайте уже, несчастные влюблённые, придите к какому-то выводу. Или идите танцевать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По сути, опять-таки, им бы сейчас закончить отношения любовные и просто остаться хорошими друзьями, практически родственными душами, которые вот понимают друг друга в плане боли, которую они пережили. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Где он? Мэтт. Опа, Мэтта! Нам покажут его хоть, наконец-то, этого Нарика Бухарика? Не видели его, аж 15 серий. Не надо. Да, они очень воспитаны, молодой или немолодой человек. Ты сосунок, открой дверь. ЧЕГО? Я сказал, открой дверь. Сосунок ты несчастный. Мэтт, не надо, пожалуйста. Уйди, не лезь не в твоё дело. Чё за дерьмо происходит? Ну, происходит дерьмо по имени Мэтт. Если ты сейчас не откроешь эту грёбаную дверь, я выбью её. Ну, давайте посмотрим, как он её выбьет, а? Ты должен поплатиться за то, что ты сделал со мной. Мэтт, как... А, он из больнички, наверное, вышел. Ну, тогда, да, в принципе, понятно, человек недоволен, что он оказался там. Открой, сука, я сказал. Слышишь меня? Открой! О, Эдит, они такой же смелый, через окошко думают сбежать. Ну, вообще, наверное, в такой ситуации лучше бежать. Либо биться до смерти. Один из вас умрёт, один из вас выживет. Кто же это будет? Вот такая вот серия, интригующая, раскрывающая прошлое. Эдди, наконец-таки, хотя бы о нём мы узнали побольше. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если это так, то не забывайте поддерживать его большим пальчиком вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал и тыкать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ещё я предлагаю вам вступить в мою группу ВКонтакте, подписаться на мой Инстаграм и подписаться на Инстаграм моей группы. У меня на сегодня всё. Я всем желаю, как всегда, всего самого наилучшего. Всем пока-пока!